Сколько статуэток Оскара есть у России и Советского Союза? Кто-то говорит, что два, кто-то говорит один, но по официальным источникам их шесть. Давайте разбираться за какие картины. За всю историю церемонии на Оскар номинировались фильмы Звягинцева, Левиафан, Нелюбовь, Кавказский пленник от Сергея Бодрова-старшего, такие фильмы, как Белый бим, Черное ухо, Азори здесь тихие, Братья Карамазовы. Но самым первым фильмом в истории Советского Союза, который завоевал Оскар, стала документальная кинокартина «Разгром немецких войск под Москвой», которую сняли операторы на фронте. Первым отечественным художественным фильмом, награжденным Оскаром в категории «Лучший фильм на иностранном языке», стало масштабное кинополотно «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука. Следующая кинокартина – это «Дырсу Зала» – советско-японская работа, так как фильм создавался совместно с Японией, награждалась японская и советская стороны. Забавно, что на вручение Оскара никто не приехал, потому что режиссеры просто не знали, что их картина номинирована. Позже на вручение Оскара своей картины не смог приехать Владимир Меньшов. Он был невыездной из написанных на него коллегами доносов. Так Москва...